Все, кто в этот час оказался на Северном Малу, были заинтригованы. Ждали еще одного участника регаты. И вот судно показалось на горизонте. Остальные корабли сразу стали приветствовать Надежду. Поросник Надежда получил повреждения во время шторма и отстал от регаты. Вот сейчас он заходит в порт Сочи, чтобы присоединиться к другим кораблям и вместе принять участие в общем параде парусов 25 сентября. Трехмачтовый корабль «Надежда» из Владивостока. Он был построен по типу паросных судов начала 20 века. В красных куртках на реех курсанты Морского госуниверситета. Для них, как и для участников регаты с корабля «Херсонес», это прежде всего гонка, соревнования. У капитанов на этот счет свое мнение. Да, это прийти первым – это, конечно, желание такое. Умение работать экипажу. Экипаж, чтобы был подготовлен, чтобы победить надо. У нас экипаж молодой, всего неделю в море, поэтому мы будем стараться, стараемся. Корабль «Херсонес», приписанный к Севастопольскому порту, только что капитально восстановлен после 10 лет простоя. Судно было практически заброшенное, даже заржавевшее. И вот теперь красавец корабль бороздит просторы Черного моря. Сочинцы и гости курорта, конечно же, стараются запечатлеть себя на фоне парусной флотилии. Покупают различную морскую атрибутику, в том числе пилотки и билеты. Семья Терентьевых из Перми на отдыхе в Сочи мечтала о солнце, но сегодня их отдых разнообразила совсем другая прогулка. Маленькая погода, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Все нравится. Ребята, вам нравится? Да. Ну, нам тоже все нравится. Ребята довольны, мы довольны. Здесь же, среди сотни гостей черноморской регаты «Больших парусников», известный сочинский ягсмен Владимир Арбузов. «Большой парусник – это вообще что-то, это фантастика. Дело в том, что кажется со стороны, может быть, что это, ну, прошлая техника и так далее, и так далее. На самом деле, эта техника не менее сложная, чем современные корабли. Там очень много механизмов». В пятницу еще один день с 10 до 18 часов можно будет подняться на борт легендарных парусников, ударить в рынду, пообщаться с членами экипажа и, может быть, даже почувствовать себя капитаном корабля. И в воскресенье парусники возьмут курс на Варну. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!